всем привет приветствую записываю видео специально для зрителей первого циничного канала сегодня речь пойдет о вазоктомии зачем она нужна и почему ей почему я решил ее сделать в общем самый первый вопрос это как пришел к мысли так ну это мы решали я супруга уже давно живу 8 лет на протяжении 8 лет и уже пришло время как бы задуматься о детях вот и мы как изначально мы их не хотели не хотели но потом в итоге решили сделать все сделали двое детей есть и думаем как предохраняться дальше ну презервативы не хочется партнер всегда один и тот же вот то есть как бы риск забаю подхватить что-то заболеть очень минимален вот ну и в итоге думали задумались насчет стерилизации вот и мы рассматривали получается две стороны либо мужская стерилизация либо женская ну вот взвесили все за и против все минусы и плюсы в итоге пришли к выводу что мужская стерилизация самая доступная и самая простая операция и несет минимум всяких угроз для жизни мужчины вот так но еще есть такой вопрос типа некоторые мужчины может быть захотят сделать вазоктомию для того чтобы вообще не иметь детей но это уже это уже личное тут уже как я думаю что все таки наверное не стоит в раннем возрасте делать вазоктомию ну прям совсем там лет восемнадцать у меня 26 и двое детей ну и что-то как-то я хочу вазоктомию хочу нормально заниматься сексом ну и все и ни о чем не париться вот так дальше что же такое вазоктомия вазоктомия это такая операция это мужская стерилизация получается делается таким путем скрывают мошонку ну то есть как бы не сильно там делают маленький надрез вытаскивают оттуда как каналы всеми проводящие перевязывают их обрезают и все обратно запихивают и зашивают вот и вся техническая сторона этой операции делают это все под анестезии под местный вот получается самое ну вообще операция прошла проходит безболезненно и где-то делается она минут за 40 но это зависимости от того что там у человека с мошонкой и наверное но мне быстро сделали за 40 минут все уложились и вот самое неприятное было это когда вводят анестезию а все остались всю весь процесс операции вообще ничего не чувствуешь никаких дискомфорта никакого все как будто ничего не происходит в общем не чувствуешь боли во время операции дальше еще риски риски да риски такие есть риски в общем но это если не ухаживать за раной после операции и можно занести какую-то инфекцию и все это загнается и так далее вот наверное единственный риск она либидо вазоктомии не влияет что еще на либидо не влияет а первое время после операции сколько там получается дается времени на чтобы уже нормально заниматься сексом ну где-то месяц в общем нужно сначала пройти 20 окуляций и после этого можно уже заниматься не предохраняясь секс с партнером или супругой вот так 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 способ проведения ну вот способ проведения я знаю только один это вот как раз достается семенной канал перерезается и зашивается все других способов я не знаю как окружение относится к нежеланию заводить детей но мы думали не заводить детей окружение реагирует достаточно остро на этот вопрос мы в итоге пока молодые мы в итоге думаю на и ладно пусть будут дети но если если бы я не нашел бы супругу в которой вот познакомился 18 лет у меня бы и не было бы детей а зачем они вот ладно поехали дальше как женщины к этому относится стоит ли говорить жене о вазоктомии я думаю что надо вместе решать этот вопрос это достаточно такой вопрос который надо решать точно вместе вот чаще это сказать как она относится я думаю женщина положительно отнесется к вопросу мужской стерилизации ну это зависит от женщины некоторые скажут да конечно это здорово некоторые скажут нет давай плодиться нам понадобится твоя семья еще так что тут уже зависимости обстоятельств возможно ли обойти ограничение 35 лет или наличие двух детей в россии или нужно ехать за рубеж вот такой вопрос еще я думаю что возможно обойти ограничение но это зависит все от врача который будет проводить операцию если он будет готов взять на себя такую тестность хотя хотя как они делают они просто дают тебе такой маленький договорчик ты там подписываешь о том что ты реально осознаешь на что идешь и готовы сделать эту операцию ты просто ставишь подпись что все ты бесплодный будешь и все и как бы они тем самым себя снимает ответственность и врач об этом говорит что если вы сделаете он предупреждает должен обязательно предупредить мне кажется что в эзотомии если ее сделать то это все обратно не вернуть продуктивность так сказать ну вот и все то есть если делаешь в эзотомию то с концами будешь навсегда бесплодный хорошо ли это я думаю это нормально если у тебя то есть уже отстрелялся дети есть ну как бы да а если ты вообще ничего не добился в жизни ну я не знаю как наверное это жестко да если ничего не добился в жизни у тебя нет ни денег не где содержать детей тогда делай вазоктомию и можно тогда и трахаться еще не задумываться ни о чем так будет дешевле наверное ну как обойти вот это вот ограничение еще по поводу вот этого закона да то что либо в 35 лет делаешь тебе могут делать операцию либо при наличии двух детей но тут получается ну да нормально в 35 либо двое детей у меня получается двое детей вот я и прошел не один раз писал человек ему было 18 лет он говорит вот а как ты обошел эту закон типа это игру но у меня двое детей он такое а понятно а мне типа что делать я говорю ничего предохраняйся таблетками женскими ну вот этими когда девушка пьет вот эти противозачаточные таблетки вот такой вариант типа как бы я предложил то что я прошел через что то что я уверен что нормально все будет но другого не знаю что еще можно предложить либо поехать за рубеж если он так уверен поехать за рубеж и там сделать операцию либо попробовать договориться с самим хирургом который будет проводить непосредственно операцию может быть как-то ему доплатить не знаю ощущение какой шанс на то что решение с возвратом изменится или наоборот она только укрепляется я думаю что вот на данный момент я точно не хочу возвращать свое как это в общем детей я больше точно не хочу и я просто хочу наслаждаться и комфортно жить вот поэтому пока я рад своим выборам вот ну все это все что я могу сказать по поводу вазоктомии все остальное можно найти в интернете загуглить до свидания